В день Рождества христиане вспоминают событие, которое случилось в городе Вифлееме более двух тысяч лет назад. Как гласит евангельское повествование, в этот день родился Спаситель Рода Человеческого, Иисус Христос, Сын Божий. Рождество Христово является одним из 12 великих праздников православной церкви и имеет значение для каждого православного христианина. Дни поста, который предшествовал Рождеству Христову, подготавливали себя к этому празднику. А для чего подготавливали? Для того, чтобы пришел к нам Христос, к каждому человеку, чтобы пришел Господь и вселился в душе каждого человека, который стремится к Нему. Как говорит Господь, все стою у дверей и стучу, кто отворит дверь, к тому войду и буду вечерять с Ним, буду с Ним. Как гласит Священное Писание, Спаситель родился зимней ночью в иудейском городе Вифлееме. Мать Христа, Дева Мария, прибыла в город вместе с Иосифом Обручником для участия в переписи населения. Однако для них не нашлось свободных мест в гостинице. Путники были вынуждены остановиться в пещере, куда пастухи сгоняли скот на ночлег, по-старославянски вертеп. Там божественный младенец и появился на свет. К ночующим неподалеку от пещеры пастухам спустился ангел, который и известил их о произошедшем чуде. Затем дары Бога-младенцу принесли мудрецы-волхвы с востока, которых к Вифлеемской пещере привела звезда. Узнав о рождении Мессии и желая его уничтожить, опасаясь за свою власть, царь Иудей Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет. Однако Христос был спасен от смерти, поскольку Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник укрылись в Египте. Праздник Светлого Христова Рождества православные христиане, как правило, встречают в храме, а затем собираются в кругу родных и близких, сохраняя праздничные семейные традиции. Особенно в этот день у меня есть традиции каждый год стараться выйти в храме. Я работаю на скорой помощи, у нас очень сложная, тяжелая работа. И чтобы как-то духовно прийти в себя, чтобы собраться с мыслями, чтобы были силы спасать дальше людей, приходишь в храм, помолишься, постоишь в эту прекрасную рождественскую ночь службу и становится на душе легче. Именно поэтому каждый год я стараюсь посетить и вообще по мере возможности хожу в храм, набираю сил, молюсь, чтобы все было хорошо. Такой добрый, светлый праздник. Почему бы не встретить его в кругу близких людей. То есть для меня близкие люди – это участники православного молодежного движения. Вот, то есть мы объединяемся в этом порыве, послужить людям, то есть подарить им немножко частичку тепла в этот день. В ночь с 6 на 7 января митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин совершил божественную литургию в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе Ульяновска в сослужении духовенства собора. Иисус уросшуся в Ифриеме иудействе, вот дни Ирода царя, все волцы от восток придоша во Иерусалим глаголюще, где есть рожденься царь иудейский, видихо в возвезду его на востокце. На праздничной литургии было оглашено рождественское послание патриарха Московского всея Руси Кирилла архипастырем, пастырем, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви. В своей проповеди владыка подчеркнул, что Рождество Христово – это особый праздник для православных христиан. Великий праздник, когда мы вспоминаем пришествие в мир Христа Спасителя, Бога, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, который ради людей, ради спасения их от греха стал человеком, таким же, как и мы с вами, только безгрешным, и пострадал, понеся возмездие за грех всего человеческого рода. И этот день для нас является началом и исполнением человеческой истории. Владыка сердечно поздравил всех с праздником и пожелал помощи Божией, благословения родившегося Бога-младенца. По окончании богослужения добровольцы из числа педагогов и родителей учащихся воскресной школы и православной молодежи помогли организовать трапезу для прихожан. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская метрополия.